Доброе утро, друзья! Сейчас хочу сказать немножко пару слов о окружении. О том, что мы и всё, что нас окружает, состоит из вибраций. Есть вибрации разного уровня. Например, сатва. Есть такое понятие, как гуны. Гуна в переводе с санскрита означает «верёвка». Мы все обусловлены в этом мире, потому что мы живём обусловлены телами, обусловлены потребностями, например, сходить в туалет или выпить воды. Мы, грубо говоря, живём в клетке. Нам кажется, что мы свободны, но мы не свободны. Самая главная наша обусловленность, верёвка — это наше желание, наше вожделение, наша похоть, постоянное потребление и тому подобное. Ну, в общем, есть три гуны в ведах. Называется первая гуна благости или сатва. То есть это гуна любви. Другим языком, скажем так. Гуна высоких вибраций. Вторая гуна уже более низких вибраций называется раджас или гуна страсти. То есть когда мы хотим добиваться чего-то, мы целеустремлённые, мы такие чисто любивые, горделивые, нам нужен срочный карьерный рост, много денег, много женщин, много острого, много страсти, страсти, страсти. И третья гуна самого низкого вибрационного уровня — это тамос, это гуна невежества, это гуна глупости, это гуна... Это просто свинья. Ну, грубо говоря, свиньи, да, живущие просто на своих низменных чувствах. То есть куда ветер подул, туда и побежали. Гуна невежества. Например, если мы пьём алкоголь, то мы находимся в гуне невежества. Если мы потребляем мясо, то мы находимся в гуне невежества. Если мы кого-то не уважаем, если мы кого-то критикуем, гневаемся, это гуна невежества, смешанное с раджусом, если мы опускаем... Ну, то есть если... Поняли, да, о чём я хочу сказать. Так вот, важность окружения. Сегодня в процессе общения с одним человеком я поняла, что должна высказать эту точку зрения, не моя, естественно, но и моя тоже на моей практике, но всё это учение... Всё это учение даётся в ведах, вы можете это найти и подтвердить. То есть я это не выдумываю другим словами. Так как мы состоим из вибраций, нам очень важно наше окружение. Если мы будем вращаться в кругах, где все алкоголики, пьяницы, наркоманы, мы неизбежно станем этими алкоголиками, пьяницами и наркоманами. Если мы будем вращаться в окружении развратников, людей, которые смотрят порно, мастурбируют, общаются с женщинами налево и направо, то мы станем такими же. Но если мы будем общаться в окружении людей, стремясь к духовному развитию, которые ищут истину, которые пытаются найти, которые стремятся, не хотят быть в этой матрице, не хотят быть в заложниках своих чувств, своих похотливых желаний, своих желаний, чувственных удовольствий, потому что это всё в итоге путь к деградации. И вот находясь с такими людьми, мы уже начинаем подниматься на уровень гуня благости. Вообще можно выйти из всех гунь, можно выйти, но для этого нужно предаться Богу. по ведам мы должны прийти к верховной личности Бога. Век Кали-Югу были разные эпохи, и мы сейчас живём в эпоху Кали-Югу. Кали-Юге эпоха разврата, эпоха войн, эпоха гнива и тому подобное. То есть самая плохая эпоха, но она не такая уж и плохая, потому что из неё выбраться можно с помощью санкиртами, то есть воспевая имена Господа. То есть можно петь в окружении преданных людей, которые тоже стремятся, и получать за это освобождение какие-то знания, которые приходят к вам. И Господь может вас спасти по вашему желанию, если вы начнёте практиковать Любовь. Практика Бхакти-йога — это практика преданного служения, когда мы предаёмся Господу, мы полны любви, полностью доверяем, и главное — изучаем, 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 потому что религия без науки — это тупой сентиментализм. Вера, я имею в виду, вера без научного обоснования — это тупой сентиментализм. А наука без веры — это тоже тупой и неверный путь. Поэтому всё должно подкрепляться друг к другу, если вы хотите найти истину. Так что вот такие вот дела. Очень важно окружение. Без правильного окружения человек может попасть как раз в руки неправильные. Поэтому очень важно. И я в следующем видео скажу о силе вибраций, о силе звука, о том, что мы все сделаны из вибраций. Ну, как я уже сказала это, но сила звука, сила голоса и, например, вот ножницы. Они сделаны из вибраций. Из таких же вот, да? Только строение, другое. Молекул. Но это уже квантовая физика. Ладно, всё. Всем хорошего дня.